Девушки отдыхают Владимир Сметанин, у нас музыкальный эфир и с розыгрышем билетов на концерт. Вот что я тебе скажу. Владимир Сметанин, исполнителя послушал. Сразу же, как стало понятно, что он придет к нам в эфир, говорит, что очень-очень похожее исполнение все-таки на Владимира Семеновича. То есть качественное, хорошее. Допуск. Послушаем сами. Дадим возможность послушать нашим слушателям, тем, кто не попадет на концерт, хотя бы несколько композиций в рамках нашего эфира. Это после 12 часов. Ну а сейчас у нас тема, которую мы любим. Тема связанная с благоустройством. Мы инициируем постоянно. В гостях у нас Анатолий Курбатов, координатор движения «Красивый Киров». О, микрофон не работает. Не тот микрофон подвел нас сегодня, как оказалось. Ну, сейчас звукорежиссер поменяет Анатолию микрофон. Оля сам справился. Отлично. Так надо поговорить. Добрый день. Добрый день. Отлично, все работает. Мы будем говорить о парках сегодня. О зимних парках, я бы сказала так. И вообще о парках? Почему только о зимних парках? Ну, срезать. Начнем с зимних, потом к летним перейдем. Давай зимой. Ну, к летним. Перейдем мы позже. Давай все-таки сначала про зиму поговорим. Вот. С чего все начиналось? У нас на этой неделе было сразу две интересных темы, связанных с зимними парками. Во-первых, красивый Киров, который опекает парку Дворца пионеров, провел эксперимент. То есть вы попробовали утеплить скамейки, да, и отчитывались об этом. Мы видели отчеты и в социальных сетях, и в СМИ появлялись фотографии. Во-вторых, глава администрации Кирова Илья Шульгин на брифинге, там, на пресс-тайме сказал журналистам о том, что в недрах городминистрации бродит мысль создать специальную службу людей, так называемых парковых охранников или парковых обходчиков, которые будут следить в том числе за состоянием парков зимой, за сохранностью имущества, за тем, чтобы все лавочки там были, все были почищены, все урны были освобождены от мусора. То есть, чтобы парками зимними можно было пользоваться точно так же, как и летом. Мне нравится эта идея. Тебе не нравится? Мне тоже нравится. Я вообще предлагаю послушать на самом деле. Вот эта замечательная фотография, которую распространили наши коллеги в интернете, где пожилой человек идет в парке Гагарина, и ему негде даже присесть. Он садится на урну, он нашел одну урну в парке Гагарина и на нее присел, чтобы передохнуть. Потому что пожилым людям нужно гулять много и нужно делать передышки. Так вот, в парке он нашел только урну, чтобы сесть на нее. Ну, давайте послушаем, да, Илью Шульгина, что он говорил на пристаме. Забавная вещь, которая столкнулась, когда мы принимали Кочевский парк. Вот Кочевский парк, он вот такой, какой есть. Я говорю, стоп, стоп, стоп. А скамейки, урны, где это все? На складе. Я говорю, на каком складе? Ну, это убрали от вандалов, украдут же. Я говорю, вы эти скамейки видели? Конечно. Ну, а там такие бетонные, эти основания с орешками. Ну, то есть, все красиво, культурно, никто не пробовал это поднять. Хорошо вдвоем или втроем, в четвером, неважно. Какие вандалы поставьте, и чтобы это все было. Ну, то есть, вот Кочевский парк после приемки, он представлял собой такое довольно грустное зрелище. На зиму мы все убираем. Ну, наверное, такая позиция имеет право на жизнь, потому что у нас, ну, по большому счету, все, что стоит в парке, оно не охраняется, к сожалению, на сегодняшний день. И это, на самом деле, такая серьезная проблема, потому что у нас нет самого института парковых служащих, парковых охранников. Ну, вот сейчас над этим активно думаем, чтобы вот то имущество, которое на немалые деньги приобретается, устанавливается в наших парках, чтобы оно все-таки было сохранено. Это и система видеонаблюдения, это и система парковых обходчиков, которые всегда, в общем, еще в царское время были, и в советское время тоже была определенная охрана. Сегодня нам необходимо все организовать, чтобы избежать вот этих глупых ситуаций, когда у нас есть парк, но в нем негде присесть, бумажку выкинуть некуда, потому что урны и все малые архитектурные формы куда-то убраны. Например, вот парк, который организован на частные деньги залами и парусами, свет горит, все чистится. Это вопрос правильного планирования своей деятельности. Вот так. Вопрос правильного планирования своей деятельности – это главный вопрос в работе чиновников, на мой взгляд. Мне кажется, это главный вопрос в работе любого человека. Хорошо, любого человека. Итак, предлагается создать службу, которая бы занималась охраной и хозяйственным обеспечением парков, и создать институт парковых служащих. По этому поводу мы хотим поговорить как раз с Анатолием Курбатовым. Напоминаю, что мы в программе «Урбан» не раз поднимали эту тему, и мы поднимали эту тему на рабочих встречах с главой города. Толик, что ты услышал в этом предложении? Это позитивное заявление? Это конструктивное заявление? Что за ним может последовать? Мы, по-моему, первую встречу начали именно с этого вопроса. Первая встреча происходила в октябре, по-моему, до месяца. Там присутствовали как раз Елена Ковалева и Илья Шульгин. Да, и, по-моему, я свой спич-то начал именно с этого вопроса. Заявление отличное, заголовок прекрасный, начало хорошее, а вот продолжение я не услышал, потому что обходом скамеек, инвентаризации и прочим сейчас занимается терроруправление. И если просто это выводить в какую-то отдельную, ну, это там из кармана в другой карман переложить, а ситуация, я думаю, не сильно улучшится. Если уже заводить отдельную парковую службу, то она должна не только смотреть за состоянием парков, но она их должна еще улучшать. То есть должна быть понятна структура там вообще парков, устроенная города Кирова, да, какой парк там будет считаться детским, в каком парке можно проводить мероприятия там для каких-нибудь структур там в виде банков, да, которые могут проводить мероприятия уличные, там какие-то городские мероприятия, что-то, что-то типа еще, чтобы, как у нас не было сейчас, там все проводится или только на набережной, или только на театралке, и все остальные парки не востребованы. Вот сегодня, по-моему, где-то на Фейсбуке читал пример про сквер музыкальный, который там открыли с помпой, который через год просто стал бесхозным. А где его открыли, музыкальный сквер? Это возле твоего дома, по-моему. То есть это речь идет о вот этом сквере 60-летия в ЛКСМ, да? Нет, нет, нет. А вот здесь, это рядом с нашим офисом как раз, по улице с Паской. Его с помпой открыли, и все, три года он уже пустует, и тоже, как принципе, не сквер, а снова очередной кусок пустует. Мне кажется, большинством горожан это как сквер никогда и не воспринималось, это воспринималось как территория двора, да, получается? Потому что никто не занимается, то есть нет, условно говоря, брендирования этих скверов и парков, нет их позиционирования, и действительно, никто не занимается, и поэтому у нас сейчас, наверное, с парком-то называть, вот кроме, наверное, 60-летия, или как он там правильно называется? Это сквер, 60-летия. Сквер, ну, я имею в виду вообще что-то такое, да? И парку цирка, и немножко с натяжкой набережной, наверное, больше нечего. А Александровский сад? Ну, это маловато для парка. Нет, это я имею в виду, что вот эта часть, всё. Это Александровский сад, парк имени Кирова, и сквер. Парк Победы, в моём понимании, сейчас это какая-то, не знаю, там, вход на кладбище, да, все эти мемориальные штучки, это гранитные огромные вещи, и сбоку там, ну, не знаю. Детский городок, небольшой фонтан. Ну, он такой ещё очень устроен, не сильно понятно. Да, ну, мы, кстати говоря, буквально на этой неделе несколько раз, я уже тут упоминала, что у нас что, не сквер, вот планируемый просто недавно совсем, вот на последнем совещании мы видели, что архитектура разрабатывает, для Ленгасова, для города Кирова. Это все проекты связаны, ну, абсолютно соответствующие требованиям прошлого века. Белёные бордюрчики, острые углы, значит, там... Дороги только прямые. Прямые дороги, простые деревья, беседка посередине, и обязательно, правильно, только как ты говоришь, обязательно выставка достижений народного хозяйства в виде очень некачественных портретов передовиков, там, производства какого-нибудь. Вот и новые скверы, которые планируются, все эти элементы содержат. Ну, и плюс символика нашего флага. Прости, пожалуйста, а передовики, они, вот вы не задавали вопрос, они везде разные будут? А они хотят вообще там висеть на этих досках, ты понимаешь? Ты прав, вот только как не заходишь, как вот в преддверии кладбища какого-то, честное слово. Да ещё портреты такие умудряются сфотографировать, что, мне кажется, женщины, которые вот там висят, они просто плачут, когда себя там видят. Ну и зачем это всё? И второй вопрос, когда они говорят, многие наши там чиновники, в том числе высокопоставленные, город должен развиваться так, чтобы молодёжи было в нём приятно. Мы с молодёжей по этому поводу тоже беседовали. Вот недавно совсем. То есть я была на совете, детском совете при Володе Шабардине, детском ополномоченном. Этот вопрос тоже с ними обсуждали. Они говорят, да мы не знаем таких парков. Классная площадка в парке Кирова, где мы можем на скейтах кататься. И всё. Да, потому что на великах по паркам не погоняешь. Если ты хочешь зайти там в парк аттракционов, то он уже устарел. И там как бы всё, естественно, за деньги. Десять раз на колесе не поедешь, действительно тоже. Они этого не видят. Но нет, мы планируем очередной сквер, опять я ещё раз говорю, с фотовыставкой, опять с какими-то непонятными вещами. Да ещё чем подсаживаем мы наши парки. Вы видели? Это вы сейчас про сквер напротив октября, который планируется. Тоже, и он тоже. А сейчас я проезжала, ехала в сторону нового моста. Вот там, вы знаете, там вот латунка, по-моему, да, вот этот вот микрорайончик строится. И всё время он там рекламируется рядом со сквером, рядом со сквером. Я вижу, что там прошла вырубка деревьев, видимо, санитарная. И посажены новые саженцы. Вы эти саженцы видели? Вы видели эти палочки 70-сантиметровые, привязанные к другой палке? И это вот это подсаживаются новые деревья. Вы понимаете? Они вырастут когда-нибудь, подожди. Во что они вырастут? Когда они вырастут? Деревья, в большие, через 30. Они не вырастут точно, потому что их, скорее всего, в ближайшие 2-3 года или снесёт трактор, который там будет прибираться. Вырвут, сломают, или они сдохнут там? Да, их не подпитывают. То есть, соответственно, их же будут там огребать все листья, листочки и всё прочее. Их никто не подкормит. Откуда берутся эти палочки? Эти палочки берутся, выкапываются и пересаживаются. Это не саженцы, они не сформированы, понимаешь? И вот мы же видели отчёты, там вырубается 3-4 тысячи в год. Окей, хорошо, там, кленов, сухостоев, аварийных, здоровых 15-метровых деревьев. А посажено в этом году было 300, понимаешь? Вот таких палочек. Из которых вырастет 2. Из которых вырастет 2. Хорошо, сейчас прервёмся на полминуты. 211-101 номер телефона прямого эфира. Пожалуйста, звоните и высказывайтесь, какую именно парковую службу надзора и развитие парков и скверов в нашем городе нужно создать, на ваш взгляд. И к чему, в первую очередь, нужно приложиться, на что обратить внимание, и какими бы вы хотели видеть парки и скверы в нашем городе. Ну, давайте мы так договоримся. Сейчас до середины часа мы будем принимать звонки слушателей, комментировать высказывания наших слушателей о том, какими именно вы хотите видеть парки и скверы в нашем городе, и как вы считаете, их нужно развивать и за ними ухаживать. А после середины часа мы ещё раз обсудим предложения, предположения о возможности объединения дирекции дорожного хозяйства и дирекции зелёного хозяйства, которые и могут, в принципе, как предполагается, сопровождать парковые территории. И как должна работать такая служба, на самом деле, исходя из опыта уже и российского, а не только зарубежного, это после середины часа. Сейчас принимаем звонки, обсуждаем ваши предложения. Алло, добрый день. Алло. Да, представьтесь, пожалуйста, и высказывайтесь. Гагаринский парк, это тот самый, где дедушка на урне сидит. Я считаю, что одна из проблем парков – это собаководы со своими собаками. Раз. Ещё. Этого достаточно, потому что после них, после бегемотов, ничего не остаётся. Ну, подождите, проблема. Как мы решаем эту проблему и каким вы хотите видеть Гагаринский парк? Мы не жалобы принимаем, а предложения. Нет никакого спортивного инвентаря, а просто асфальтный, старый асфальт. Там можно организовать какое-то либо спортивное, где-то либо спортивные тренажёры поставить, либо детскую площадку большую сделать с собаководов и ввести. На отдельную площадку? Как сейчас Кочерском? Даже на отдельную площадку, а на набережную, которая проходит ниже спуска, которая идёт на вересники, пожалуйста. А, новое место оборудовать. Ну, смотрите, в Кочеровском парке, нам вчера рассказывал, да, господин Печёнкин, который представляет отдел благоустройства. В Кочеровском парке, благодаря программе «Комфортная городская среда», организовали площадку для собаководов не только для выгула, но и тренинга, например. Вот. Там гуляют по всему парку, я бывал... Вот сейчас, подожди, Толя. Итак, убрать собак из парка Гагарина, сделать детскую площадку, спортивную площадку, правильно? Да. Ещё? Да, в принципе, достаточно. Достаточно. Спасибо, Олег. Спасибо. В общем, комментарии, пожалуйста, Толя. Ну, я был в Кочеровском парке на прошлой неделе три раза. Вводил ребёнка-то на волков в больницу. Собаки там гуляют по всему парку, потому что, наверное, мало сделать. Площадку любого собак надо ещё и штрафовать тех, кто гуляет, не на ней. Ну, потому что иначе сами-то они-то не доходят. Никто не хочет в загончик. Нет, может и хотят, но как бы их жена направит туда. Ну, вот, слушайте, я что хочу вам сказать. Вот в гайдпарке, когда мы с тобой гуляли в прошлом году, ровно год назад, Аня, собаки по всему гайдпарку гуляют со своими владельцами. А владельцы ходят с совочками. И не на поводке. С совочками. Но владельцы ходят с совочками, везде развешены пакетики и прочее. Загнать собак, то есть добежать от дома до площадки и только там, мне кажется, это тоже очень правильно. Нет, тут площадка ведь нужна, чтобы там отпускать с поводка и отстёгивать наморники во время в угол. А до площадки, как бы, они нужны или наморники, если крупные собаки, или на поводке. Это согласно правилам, которые у нас тут действуют. То есть у нас ей построили площадку, но правила пока не внедрили. Ну, вот, пожалуйста, будет создана служба сопровождения парковых территорий. Будут ходить, видимо, дяденьки и тётеньки, и это гонять самоководов. В осенье делали детскую площадку, делали детскую площадку в виде какого-то дрома или космолёта. Где? В Гагаринском парке, сразу за филармонией. Правда, сделана она очень некачественно, потому что там, когда были первые дожди, она просто стояла затопленная, потому что там асфальт был... Ниже уровня, видимо. Да, абсолютно весь неровный, да. То есть, не знаю, вот вся эта поверхность, которая там сделана резиновая, она, я думаю, уже в негодность придёт по весне. 211-101 номер телефона прямого эфира. Пожалуйста, приветствуете ли вы создание службы сопровождения парковых территорий? Чем конкретно она должна заниматься? И какими вы видите наши парки? 211-101. Должна ещё напомнить, что у нас опрос и на сайте, и в нашей группе ВКонтакте. Ну, я тебе хочу сказать, что на сайте хакирова.ру 100% ответивших сказали, что состояние кировских парков зимой не удовлетворительно. Недовольны. У нас в ВКонтакте немножко другая ситуация. Всё-таки есть 20% людей, которые довольны состоянием кировских парков зимой. И почти 80% недовольны. Я ещё хочу одну заметку про Кочеровский парк, где у каждой скамейки стоят урны больше, чем сама скамейка. И мне хотелось бы интересно спросить. Ну, я уже, в принципе, и спрашивал у нашего углу устройства. О, господина Симакова Олега. Да, Дмитриевич. Ну, это не наезд, но у меня просто вопрос. Дом уже, наверное, ни у диванов, по-моему, на ведро себя не ставят. Почему-то они позволяют себе в общественных местах ставить огромные урны рядом со скамейками. Как отреагировал Олег Симаков на ваше замечание? Он сказал, что это наследство советских времён, и они, конечно же, будут исправляться. То есть 30 лет мы думали над этим? Ну, я не знаю, думали-не думали. Тут вопрос в том, что, пример, вот мы можем привести парку Дворца Пионеров, где мы в том году, два года уже ставим скамейки и урны. И у нас нет ни одной урны рядом со скамейкой. Все урны стоят как бы на перекрёстках. То есть встали, метров 5-10 прошли. То есть когда прошли, занесли. Я могу вам сказать, что за прошлый год и сейчас за зиму там нет мусора не по утрам, потому что я бываю рано, утром бегаю ещё до дворников. То есть люди доносят и не мусорят прямо у скамейка. Вот смотрите. И сидеть приятно. Да, вот смотрите, какая история. Мы рассказывали, что архитектура, МУП-архитектура разрабатывает скверы в традициях советской эпохи. Олег Симаков говорит, что да, урны у скамейка – это наследие советской эпохи. Будем исправляться. Значит, что у нас ещё с наследием советской эпохи? А? Всё у нас. Всё. Всё. А ещё наследие советской эпохи – это чиновники, которые работают вот таким образом. Потому что в парке, например, там же Дворца Мемориал, мы как минимум два с половиной года уже в этой студии говорим о тенденциях современных и правилах, которые вот есть. А чиновники всё ещё ссылаются на наследие советской эпохи. И у меня есть ощущение, что они сами, как наследие советской эпохи, тоже вот куда-то в эту эпоху бы отправились на самом деле. Потому что либо, товарищи, мы как-то обучаемся, мы совершенствуемся, мы сами предлагаем новые решения, мы действуем. Либо освобождаем место для тех, кто способен управлять парками и скверами в соответствии с современными требованиями. Потому что вот если сейчас будет объединена Дирекция Дорожного хозяйства и Дирекция Зелёного хозяйства, люди там будут те же самые. Понимаешь, Аня, о чём я говорю? Работа их будет заключаться в том же самом. Никаких новых методик, никаких правильных решений интересных не может возникнуть. Если мы действуем по прежним правилам, хоть объединяй, хоть разделяй, хоть перемещай, понимаешь? Света, ну подожди. Во-первых, правила можно переписать всегда. Правила-то уже существуют. Во-вторых, всегда может появиться свежая кровь. Вот насчёт свежей крови ничего не сказано в заявлении Шульгина. Подожди. Большой вопрос, кто будет руководить этой объединённой службой. И вообще доверить людей... Олег Симаков будет руководить. Нет, подожди, он не может руководить. Почему он не может? Другим руководит. Он не может сразу двумя руководить. Он управлением благоустройства руководит. Так они там все связаны, нет? Нет. А тут будет отдельный начальник. Молодой и прогрессивный, возможно. И заставит всех работать. Это предложение у тебя такое? Я мечтаю. Да, давайте вы тоже помечтаете, слушатели 211-101, 211-101, как нужно управлять парками и скверами, и что представляют из себя наши парки и скверы сейчас. 211-101. Вот, кстати говоря, про Гагаринский парк многократно мы уже говорили здесь в этом эфире. И говорили, что необходим вот такой детский парк, потому что и ландшафт предполагает, что детям там легко передвигаться на велосипедах и на роликах. И дети там ходят и катаются на этих своих досках, на скейтах по старым раздолбанным конструкциям страшным. Вот Зоиха, моя дочь, лично со скейтбордом, когда уходит, мне просто страшно на самом деле. Но им нужно такое вот место. В парке Кирова мы знаем, что это было построено за счет инвесторов частных. Вот эта площадка, она единственная в городе, которая там отвечает современным требованиям. И вся молодежь туда собирается. Вся молодежь из центра, а больше нигде. Звонок у нас есть, примем сейчас. Добрый день. Добрый день, Евгений беспокоит. Да, Евгений, здравствуйте. Помечтать тоже хотелось бы вместе с вами. Давайте. Вот у нас единственное такое достойное место для прогулок, я считаю, это набережная, которая обустроена, где чистый свежий воздух. Но есть ведь еще Порошино. А больше никакой альтернативы. Я вот честно говоря, Кочуровский парк, это при всем его большом великолепии, якобы. Все равно это кругом машины, кругом свежего воздуха как бы минимум. А ведь есть у нас Заречный парк. Почему его не начать благоустраивать хоть как-то? Там ведь уже пытались, по-моему, там какая-то есть даже просека. Вот как альтернативу для Порошина Заречный парк, это было бы просто изумительное место. И можно было бы даже туда не на автомобиле ездить, как сейчас там в выходные дни первомайской демонстрации, только добровольная, не обязаловка. А можно было бы даже пешком из города ходить в Заречный парк. Вот я, Евгений, с вами совершенно согласна. Потому что то, что делают с Кочуровским парком, парком назвать трудно. Ну, может быть, сейчас там заработает фонтан. Ну да, сделают площадку для волейбола. Но деревья в каком там состоянии. И то, что там опять же подсадили вот эти непонятные прутики. Парк прежде всего зеленые насаждения. Прежде всего ландшафты. А этим никто у нас не занимается в городе. Никто. Что будет это из дирекции зеленого хозяйства? Сколько раз мы, Аня, приглашали здесь и сидели у нас пару-тройку раз представители дирекции зеленого хозяйства. Они молчали весь эфир. Свет, потому что они не знают, не знают, какие будут принятые решения. Вот эта позиция денег все равно нет. А потом, хорошо, сейчас мы посадим, но денег потом не будет, чтобы ухаживать. Вот это надо просто искоренять. Я, Евгения, с вами совершенно согласна насчет Заречного парка. Это отдельная большая такая история. Предложение правильное. И, конечно, нужно развивать такие территории. Спасибо. Давайте еще 211-101. 211-101. Что вы думаете о наших парках? В каком они состоянии? И как нужно ими управлять? Как нужно развивать с вашей точки зрения? Еще есть пара минут. Можем принять пару звонков. Да, Анатолий. У меня просто желание единственное к паркам, чтобы они перестали там быть парками-скверами. Чтобы стали нормальными, полноценными общественными пространствами. Потому что, ну, вот вы сказали, там деревья. Ну, может быть, некоторые парки должны быть там без деревьев, там просто ровный газон. Да, как вот Александровский сад у Кремлевской стены. Ой, я сейчас прямо вспомнила упомянутый Светой гайд-парк. Александровский сад у Кремлевской стены. Потому что, когда мы ходили по гайд-парку, один наш коллега сказал, какой это парк гайд-парк? Короче, они там парк, сквер и прочее. А общественные пространства кто развивает? Вот как раз организация, которая должна сопровождать и развивать парки. Парк это, значит, территория больше 10 гектаров, сквер это там больше 5 гектаров. И все. И все. Подрезать что-то там, да, свалить, слегка подкрасить. Инвертизировать, подписать их. И увезти на зиму, да. И все. Вот управление парком. У нас есть телефонный звонок. Алло, добрый день. Алло. Здрасте. Представьтесь, пожалуйста. Надежда Александровна, я по поводу Кочуровского парка. Прежде всего, я хочу выразить прямо от множества жителей нашего Юго-Запада, от этих девятиэтажек, совершенно плотно стоящих друг к другу, что это просто замечательная работа, которая была проделана. Пусть кто-то хает, кто-то чем-то недоволен. Конечно, вот эти урны, это прямой диссонанс вот к этим скамеечкам и прочее. Но все равно громадную работу мы очень даже оцениваем. Очень много пожилых и инвалидов. Теперь есть вот где-то по дорожке пройтись. Но моя мысль основная, конечно, парк – это зелень. Парк – это зелень, это зеленое насаждение. Не надо ничего больше навязывать и устраивать там достаточно вполне и для детей, и для красоты, и для всего. Я, конечно, оценю и тот момент, что все новые насаждения должны быть продуманы, безусловно, а не что попало. Но и то – это уже огромный подарок нам, особенно пожилым людям. Да, у вас там еще фонтан заработает, как только все оттает и все приберут. Мы это ценим прежде всего воздух. Воздух. У нас очень перенаселенные стоят такие дома, и негде действительно воздухом дышать. Ведь не каждый имеет сад куда-то отъехать, а по парку гуляют с удовольствием. И летом вот эти липы, идущие по Конево. Ну чем это не насаждение? Лучше липы, по-моему, вообще нет у дерева. Для города Кирова согласна. Спасибо. Спасибо. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, и дальше будем принимать звонки и обсуждать нашу тему о возможности создания парковой службы в городе Кирове. Продолжаем разговор. В Кирове могут создать парковую службу. Илья Вячеславович Шульгин рассказал, что сейчас рассматривается возможность объединения в одно учреждение двух служб – дирекции дорожного хозяйства и дирекции зеленого хозяйства. Если решение об объединении будет принято, то объединенному учреждению могут передать функции сопровождения, внимание, парковых территорий. Не управление, а сопровождение. Сопровождение парковых территорий мы знаем. Мы уже сейчас два раза перечисляли, чем занимаются, собственно говоря, сопровождающие. Инвентаризацией, подрезкой, убирают старые деревья, подсаживают палочки туда, вырастет, не вырастет, наугад, наобум. Ну и, собственно, на зиму все убирается. С критикой о такой работе, я так понимаю, Илья Вячеславович, и выступал. Я критиковала тут до перерыва решение, если будет заключаться в том, что их просто объединят, и те же люди будут этим делом заниматься, потому что мозги не изменить. А я предложила помечтать. У нас есть звонок. А ты была права, что должны быть новые люди. Понимаешь, в дирекции управления парками и скверами должны быть новые, качественно новые люди. Светлана, давай выслушаем слушателей нашего. Да, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Я живу в районе Дружба. У нас в Дружбе очень плохо поставлен этот вопрос. Вот есть Щерца улица, есть дом 46, дальше к нему примыкает небольшой сквер. Наталья, я прошу прощения, вы можете приемник убавить, потому что вы у нас дублируетесь в эфире? Все, я не буду говорить приемник, я выключила. Так, отлично. У нас, значит, за Щерца 46, за домом у нас примыкает парк прямо к остановке. Там поставили три года назад каменные лавки, и все время сидят только бомжи, идешь утром. И урны эти каменные стоят. Такое неприятное зрелище, море бутылок, пивных и всяких. Вот, я предлагаю управлять парками, то есть раз они тут объединять будут, пускай, значит, создадут небольшой отдел по управлению парками. За парками надо следить. Когда проектируют, планируют и возводят эти парки в городе, надо учитывать, а кто же и не будет заниматься. Случайных людей тут быть не должно. Вот такое мое мнение. Совершенно согласна. Молодежь, молодежь, тут должны дизайнеры поработать, а не палочки. Я вот видела эти палочки посаженные, это ужасное зрелище. Вот, да, совершенно с вами согласна. Молодежь, молодежь, талантливая. Свети на лицо, она просто расцветала. Дизайнеры, управленцы, правильно, да. Согласна. Есть факультет, который готовит этих дизайнеров специально, ландшафтный, чтобы они создавали красоту, чтобы я пришла и полюбовалась цветком каким-то посаженным, каким-то там кустарничком. Не обязательно хочу лавочек поставить, там всяких и урл. Главное, это иду и любуюсь этой красотой, отдыхаю, душа отдыхает. Спасибо вам. Вот правда, бальзам на душу. Спасибо. 211-101, номер телефона прямого эфира, можете еще подключаться. Но новые люди должны прийти. Свежая кровь. Образованная, современными идеями. Новая, не новая. Мне хотелось, чтобы люди пришли просто неравнодушные. И вот прекрасный пример там. Ну, вот если поговорить по парковой службе, можно там брать примеры, там, не знаю, Казань, Петербург, там, Москва, да. В Москве это все отдано Министерству культуры. Было отдано по одной простой причине, потому что там был очень сильный человек, управление катков, да. Собственно, было все отдано ему. А в Казани они просто нагибают бизнес, который это все дело спонсирует, да. Нагибают. Нагибают, мне не нравится. Привлекают. Ну, там, свои методы. Какие у них методы, мы не знаем. Я думаю, что не тот подход, другой подход не подходит. Можно сделать подход, как в Питере. Там есть парковая служба, которая дает отдельно парки, условно говоря, там, или онкошкам, или просто местным жителям на усмотрение. То есть там есть какой-то или общественный совет, или лицензивная группа, которые, как бы, ну, эти сами церочки стоят, там, деревья, если что, могут прикупить и все прочее. А эта парковая служба, она просто занимается проведением аукционов, чтобы это все задержалось. И дается все на откуп, как бы. Там не все парки, но немалая часть, но они действительно, как бы, цитутки тоже, потому что у них есть хозяин. Мы начинали эту тему, Ань, мы начинали эту тему с нашим проектом общим. Там денег нет. Понимаешь, 30 скверов. Я знаю, что там денег нет. Там люди есть. Ты же помнишь, 10 раз уже сказали, 30 скверов. Нашлись неравнодушные люди, которые готовы, там, жители объединяться. Нашлись 12 компаний, которые готовы было финансировать. Окей, когда им сказали, а кто будет содержать, они готовы были заключать пятилетние договоры на содержание, на разработку хороших концепций вот этих скверов. И что? И что? Каждый новый приходящий чиновник на пост главы благоустройства говорил, что? У вас есть 30? Какой? Что? Какой проект? 12 тысяч человек проголосовало. Мы приходили в октябре месяце к Ковалеву и Шульгину рассказывали про этот проект. Да у вас есть такой... Что? И что есть места, где еще скверы можно? Октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Ну вот я не знаю, когда должно что произойти. Уже второй год пошел, да? Второй год пошел. И вот мог бы быть пример развития как раз инициатив и создания вот таких там управлений. Хотя давайте начнем с маленьких вот таких, да? Вот этих скверов, когда есть бизнес, когда есть активисты, когда нужно просто сесть и подумать, там, чиновниками, как мы это будем закреплять, такие взаимоотношения. Нет! Это ж надо сесть и подумать, Аня, понимаешь? Светлана, подожди. Вот я понимаю твое возмущение, но давай мы слушатели выслушаем. На линии у нас есть звонок. Добрый день. Добрый день. Представьтесь. Надежда. Вот я категорически против того, чтобы объединялись зеленое хозяйство и дорожное. Это совершенно разные у них функции. Это вот любая реорганизация, это создает только видимость работы. А вот что мне не нравится в работе зеленого хозяйства, это когда в парках выгребают прошлогоднюю листву. Для чего это делается? Это неправильная же постановка. И потом выкашивают траву летом до самой земли. Лысая земля. А ведь эта зеленая трава, она очищает воздух от пыли. Почему по 2-3 раза в год выкашивают эти газоны? Им больше нечем заняться, что ли? Лучше бы порубали эти аварийные деревья. Понятно. Принята, Надежда. Спасибо. У кого-то есть много кроликов. Деятельность зеленого хозяйства правда вызывает очень много вопросов. Поэтому выкашивают траву. Трава должна быть выше 15 сантиметров. 15 сантиметров. Но это же нормативы. Никто же не ползает с линейкой. А у нас в основном луговая трава и цветочки. И, соответственно, сейчас уже остались одуванчики и земля. Да, одуванчики и земля. Травка не успевает пробиться. Травка задерживает не только пыль. Она задерживает абсолютно под 97% тяжелых металлов, которые летят от дороги. Это же задерживает не деревья. Деревья чего на ней попало, ветер пуг и все полетело. А трава она захватывает и с росой все уходит с земли. Еще один звонок примем. Алло, добрый день. Здравствуйте. Татьяна Акиров. Вы знаете, я давно уже говорю об озеленении. И вам уже неоднократно звонила. Вот мне кажется, по озеленению надо перейти вот на те формообразующие деревья. Например, сирень. Она ведь растет быстро. И ее можно очень хорошо в форму держать. У нее раз. Дальше. Астильбу можно сажать. Дальше. Спирею. И спиреи мы вот в саду у себя делаем шикарные формы. Шикарные. И она ведь не требует ничего. Почему это не делать? Хотя вот в старых местах, вот в старых, где вот Кира в советское время еще, это вот спирея росла. И ее я очень хорошо помню, как ее обстригали и какие формы были. Это первое. Второе. Значит, что по отношению соединения вот дорожное хозяйство и лесное. Мне кажется, ничего там хорошего не будет. Правы все. И передыдущая женщина, которая звонила. И Светлана права. Почему? Потому что мы, Ленина 15, у нас это дорожное хозяйство поселилось внизу. Что они сделали нынче в первую очередь? Вот мне 80, я прошла специально от Советской до их дома. Вот до их подъезда, где они вот входы, да? Вот в дорожное хозяйство. У меня 60 шагов получилось у старухи. Так вот на эти 60 шагов они себе, представляете, на прохожую часть, вот на наш тротуар, себе поставили 10 огромных блюдец. Огромных 10. И сказали, тут будут расти петуньи. Расли петуньи, Татьяна? Петуньи. Я приходила к этому начальнику, приковыляла, знаете, с костылем и говорю, слушайте, вот вы у нас живете, давайте мы с вами с партнерством будем. Зачем вам эти 10? Это некрасиво. Это у вас бомжи все вытащат тут же. Нет. Вы знаете, я начальник, ты дурак. А у нас вот по советской как раз можно было бы поставить 2-3, и мы бы за ними стали ухаживать, понимаете? Мы бы сами садить стали. У нас шикарный, вот между советская 29 и наша Ленина 15, у нас шикарный двор организуется. Можно было бы туда поставить. Нет, я начальник, ты дурак. Не будет. Татьяна, у нас просто время программы закончить. Я вас совершенно с этим поддерживаю, потому что господин Перескоков перегнул все-таки палку со своей историей с клумбами. Вся безвкусица вылезла наружу. Вот эти вот урны, которые у нас тут тоже, кстати, около офиса понаставили, кирпичиками обломанными обложили и какие-то туда тоже натыкали непонятно чего. И за этим никто не следил совершенно. Ну, секунду, вы знаете, вот в парках можно ведь вскопать, например, грядки и написать для населения. Сегодня мы, в этом году мы только петуни высаживаем, на следующий мы высаживаем еще что-то. И будут люди приносить из сада и высаживать, и поливать, и ухаживать. Будут. Мы во дворе так сделали чудо. Европа так и делает. И Европа так и делает, говорит Анатолий Курбатов. Спасибо большое за комментарий. Я надеюсь, что нас услышат. Мы еще и новости по этому поводу напишем и продолжим обсуждение. Посмотрите, жители, жители подсказывают чиновникам, как нужно. Мало того, что подсказывают, жители сами готовы приносить, высаживать, ухаживать. Вот тебе и ресурсы. Спасибо. Закончился первый час дневного разворота. Сейчас новости и тематические программы. Дневной разворот продолжится в начале следующего часа. Редактор субтитров А.Семкин